Для вас Воробьёвы горы тоже, в общем, место знакомое, насколько я понимаю. Да, всё верно. Когда-то давным-давно я каталась на лыжах, но потом что-то... Давным-давно! Да, давным-давно! Что-то мне как-то стукнуло, и я подумала, я хочу научиться на сноуборде гонять. И всё, я начала учиться. Где-то лет 10 назад именно с Воробьёвы гор всё начиналось, но там было всё не профессионально. Там были, конечно же, кресельные сидения, но старенькие, конечно, не то же самое, что и сейчас. То, что в этом году, ну вот этой зимой было, это, конечно, восторг. Две огромные широкие линии для спуска, это очень круто. Ну и я в восторге от того, что не останавливаются и постоянно что-то новое вносят. То есть летом можно кататься на скейтах, зимой можно кататься на сноуборде. Это очень круто. Мы даже с супругом, я его обучила, ну не обучила, я просто показала ему чуть-чуть, как кататься на сноуборде, и он сразу как-то поехал. Перед свадьбой мы решили сделать такое классное видео, как мы гоняем с горы вместе. Вот я, мне вообще профессиональный человек, да, вот она же сказала, что мы решили сделать видео. Она сразу сказала, что мы решили сделать классное видео. Да, классное видео. То есть если мы делаем, то классно. А Наталья, а вы что умеете делать классно? Я так понимаю, что это ведь не ваша доска. Да, совершенно верно, это не моя доска, вот Норт, и он у нас профессионально катается на скейте. Профессионально катается? Да, на сноуборде. Надо добавить, что классно профессионально и классно катается. Да, да, да. Он катается уже с 7 месяцев, сейчас ему 5 лет. Катается он на скейте, на сноуборде, это сноускейт. На серфе, обожает играть в футбол, то есть такой спортивный парень с самого детства. Получилось так, что скейт он выбрал сам. Когда он был маленький, он уже знал к тому моменту около 40 команд. И, ну, в принципе, понимал практически каждое мое слово. И мне было интересно, чему бы еще его научить. И однажды моему другу прислали видео, как бульдог катается на скейте. А до этого я ему показала на видео скейтеров. Думаю, как он отреагирует. Он сидел такой, ушки топорщил. Видно было, что ему интересно. Так вот, мы пришли в магазин, менеджер спрашивает вам, для вас или для него. А он катается? Я говорю, мне кажется, да. И вот мы ставим, мы не разбирали скейт тогда, мы просто ставим скейт на пол. Он просто, он сдурел, он прям, вот у него слюнки потекли. Он такой у него прям. И он всем показал, что это его. Все, вот знаете, это была такая любовь, как вот у многих собак бывает любовь к мячику. Он тогда прям вот, ну, показал, что да, скейт мое. Мы взяли этот скейт, купили, пошли пробовать. Была зима как раз. Нашла скейт-парк, мы пришли, и ребята такие там, о, а как, как с вас плату-то брать? Ведь это пес, ходите, так занимайтесь. И мы стали приходить, и знаете, вот просто у него такая любовь, когда подъезжаешь к скейт-парку, поднимаешься по ступенькам, он слышит грохот колес, досок, и для него это все, его не удержать. Он несется, а его там все любят, встречают. То есть малыш вырос там. Для него, когда он погружается в эту атмосферу, он все, его доску прям, ну, не оторвать за уши, он катается с горок, ждет своей очереди, чтобы дропнуть с небольшой горки, прокатиться. А летом я с ним очень много времени гуляю. Мы никогда не расстаемся, и всегда с нами скейт летом. И весной мы уже открыли сезон, и у нас в Москве классные-классные покрытия, мы очень довольны. Просто можно прокатиться везде, вдоль дорог. Где широкий, я вот пускай он сам гонит. Где узкие тротуарчики, долгая прогулка, идем обратно, он устает, он смотрит на меня, я говорю, скейт, он такой, облизывается, типа, да. Мы уже понимаем друг друга, вот. И он, значит, меня встает на скейт, ест с поводочком, и мы вот так вот идем. Машины бибикают, люди улыбаются, солнышко светит. Красивая Москва, прекрасная. Воробьевы горы шикарные, просто, ну, там везде все сверху обкатали мы. Вот так у нас проходит. Георгий, а у вас на Воробьевых горах бывают вот такие пассажиры? Клиенты. Да, клиенты. Меня это первое знакомство, я прям был поражен этим спортсменом, который катается, удивлен. Ну, это классно на самом деле. Я думаю, что мы будем чаще встречаться, наверное, видеться. В Нижнем Новгороде проходил чемпионат Европы по скейтбордингу. И Норда пригласили в качестве спецгостя. То есть он был первой собакой в мире, официально приглашенный на это мероприятие. Было награждение, и нас пригласили на самые вот эти большие высокие горки. Ну, просто дух захватывал, он ловит такой адреналин люди, и просто это что-то... Он может что-нибудь нам сейчас продемонстрировать? Да, ну попросим, Норд, прокатишься на скейте? Хочешь? Пойдем попробуем. Давай. Норд, пойдем. Так. Так. Ну, попробуем, да, Норд, давай. Итак. Смотри, сначала ты меня держишь лапками, здесь немножко скользко, да? Ты как, поувереннее стой? Подожди. Готов? Смотри на меня внимательно. Поехали. Разгоняйся чуть-чуть. Молодец! Класс! Норд, а где твой скейт? Где твой скейт? Вот он, да. Ух, молодец. Так. Да, еще покажешь, еще хочешь показать? Ну, давай, еще покажи. Давай. Здесь он смотрит очень внимательно на меня, потому что, ну, как бы новое место, да? И поэтому ему нужно, да, он останавливает скейт, чтобы здесь как-то не... Но когда мы погружаемся в автосферу скейт-парка, там только горки, все, там... Я тоже могу показать, как я катаюсь. Меня спрашивают, мне или я катаюсь в москейте? Ну, когда... Норд, можно я? Пожалуйста, разреши мне, ладно? Ты не против? Я прокачиваю. Ну, чуть-чуть, немножко. Ну, пожалуйста. Ну, можно я? Все равно твое, да? Да, это... Класс! Давай вниз, давай, давай. Ты молодец, да. Ну, подойди. Ко мне подойди, Норд. Ну, перевернешь лапкой. Ага. Не, в эту сторону пошла. Давай еще раз. Смелей. Давай. Опа. А еще? Давай, смотри. Смотри внимательно. Перепрыгивай. Барьер, прыжок. Давай. Оп. А еще прыжок. А еще прыжок. А еще прыжок. Давай. Прыжок. Так, давай. А теперь лапку скейт попробуем. Ну, пробуй. Ну, ладно, давай. Тогда, знаешь, мы что тебя попросим? Давай ты у нас только тихонько скажешь слово. Самое главное на земле какое? Говори. Мама. Мама. Тихо. Скажи, мама. Мама. А еще мама. А скажи, тихо, меня зовут, меня зовут и Норд. Молодец. Давай, пять. Молодец. Давай. Ну-ка, прокатись еще. Давай. Вот так, вот так. Хорошо. А теперь еще раз на меня. Талантливый. Молодец. Просто восторг. Норд. Давай прыжок. Оп. Супер. Молодец. Вы знаете, вот у нас была до рекламной паузы в студии Василиса Ермакова. Рекордсменка юна. Вы знаете? Да. Она сказала, что она на Воробьевы горы ходит бесплатно. И вот Норд тоже. Как Норд, да. Да. Я думаю, что, Георгий, вам надо вообще привлекать таких спортсменов. Всем рады и всегда будем готовы научить. Так, соответственно, у нас и зимой качественные, да, покрытия, трамплины, перилы, пирамиды. Я надеюсь, что в скором будущем летняя инфраструктура тоже наполнится полноценно на Воробьевых горах. И, соответственно, будем рады видеть всех. Угу.